Ребят, с вами канал Ставка Нет, и сегодня я хотел бы дать прогноз на матч НХЛ, который состоится 22 февраля ночью, тогда же, когда, в принципе, должна начаться война. Но смысл не в этом. Перед началом данного видеоролика хотел бы вам порекомендовать нашего спонсора, это букмекер-контора Мелбет, переходи в описании, наберя бонус до 19,5 тысяч рублей новым игрокам. Изменяюсь, конечно, то, что я курю в кадре, но хотел бы напомнить то, что по ссылочке ниже вы также можете найти наш сегреваемый канал, где мы даем бесплатные ставки от 2 до 5 в день. Специально для вас, никаких точных счетов, договоров, матчей всей этой платной хуеты. Вот, вроде бы все сказал, подписывайтесь на телегу, потому что там реально интересно. Изменяюсь за свет, за звук, можно приступать к матчу. Монреаль принимает Торонто, ставка с коэффициентом 1,95, победа Торонто в основное время. И немного аналитики. Честно говоря, таблицы я не смотрел, но я помню то, что Монреаль в последнее время идет не очень высоко, а Торонто закреплен на пятом месте. Плюс у Торонто, после того, как я начал давать на них ставки, пошли одни проебы, а у Монреали, наоборот, все пошло в гору. Я, если кто-то ставит на Мелбете или БК, Эксбеты и клонах, то предложил бы ставку обе забьют по 2,5, да, за коэффициент 3,2, нахуй. Но, но, почему победа Торонто в основное время? Потому что Монреаль сейчас реально не готов, реально не готов к такому сопернику, как Торонто. Торонто все-таки занимает верхние позиции и уже потерял очки с теми, с кем нельзя было вообще терять очки. Вот, поэтому я считаю то, что Торонто сейчас намного злее, плюс опыт говорит сам за себя, плюс, если не ошибаюсь, у Монреаля, по-моему, целая четверка, а то и полторы сидит на карантине запасная. Вот, то есть как бы ротация состава тоже должна иметь свою ключевую роль. Поэтому победа Торонто в основное время. Но я считаю то, что счет будет примерно 3,7, как это обыкновенно происходит в последних матчах НХЛ. То есть за одну ночь я наблюдаю по 2, по 3 таких точных счета, 3,7, 7,3 и все такое. Поэтому как бы рисковая, реально рисковая ставочка. Обе забьют по 2,5 больше, да, за коэффициент 3,2. И основная ставка это победа Торонто в матче, потому что я считаю то, что все-таки парни из Торонто хоть и играют на выезде, но будут поопытнее и свои очки они как бы заберут. А на этом все, с вами был канал Ставка.нет. Извиняюсь, что один прогноз за день, обстоятельства. Подписываемся, следим, скоро будет интересно, потому что готовлю для вас стратегию ставочек на НХЛ. Всем удачи, всем пока.